Солнечная система – всего лишь пылинка на фоне гигантских галактик и звёздных скоплений. В радиусе ста световых лет от неё расположены тысячи звёзд. Одни из них едва различимы на фоне космической бездны. Иные же светят так ярко, что заметны даже из других галактик. Кроме того, в глубинах космоса скрывается множество невидимых объектов. От массивных коричневых карликов до каменистых экзопланет, сравнимых по размеру с Землёй. Некоторые из них могут нести жизнь, другие же таят угрозу. Однако всё это разнообразие меркнет перед масштабами галактики. В её глубинах скрыты по меньшей мере 200 миллиардов звёзд и более триллиона планет. Подобное изобилие уникальных космических объектов невозможно исследовать полностью. Поэтому давайте поговорим о ближайших из них. Данные орбитальных телескопов представляют собой огромный поток информации. Разобраться в нём невозможно без использования самых современных методов обработки данных. Уже сейчас профессия дата-сайентиста является одной из самых востребованных в мире. А в будущем спрос на неё будет только расти. И образовательная платформа Skillbox предоставляет отличную возможность получить её прямо сейчас. Тем более, что в течение всего декабря действуют новогодние скидки. Вы можете стать специалистом по машин-лёрнинг и обучать нейросети, дата-инженером, организующим сбор, обработку и хранение данных, или дата-аналитиком, помогающим принимать важные бизнес-решения. Курс содержит как теорию, так и практические задания. А после окончания обучения у вас будет готовое портфолио. И отличный шанс устроиться в одной из ведущих IT-компаний. Удобная система оплаты позволит вам внести первый платёж только через полгода обучения. А год английского в подарок значительно расширит карьерные возможности. Ссылка на курс ждёт вас в описании. А мы тем временем продолжим наше путешествие сквозь бесконечный космос. По галактическим меркам, прилегающая к Солнечной системе область пространства считается слабо насыщенной как светилами, так и иными космическими объектами. Тем не менее, в радиусе 15 световых лет от Земли уже известно около 50 звёздных систем. Некоторые из них представляют собой одиночные светила. Другие же включают в себя два и более компонента, поэтому общее количество звёзд на данном участке достигает 65. Многие из них имеют экзопланеты и газопылевые протопланетные диски, в которых ещё идёт процесс формирования небесных тел. Чтобы изучить всё это многообразие, нам потребуется составить карту ближайшего окружения. Постепенно удаляясь от родной планеты, мы преодолеем десятки световых лет космической пустоты и посетим множество далёких миров. Пришла пора отправиться к звёздам. Удалившись на шесть световых лет от Солнца, мы достигнем нашей первой цели – маленького красного карлика GJ699, известного также как «Звезда Барнарда». Он примечателен тем, что перемещается по небосводу с невероятной скоростью и способен пересечь диск Луны в течение 180 лет. Причина этого заключается не только в малом расстоянии до объекта, но и в очень быстром собственном движении светила. Летящая Барнарда приближается к Солнечной системе со скоростью чуть более 100 км в секунду и примерно через 10 тысяч лет станет ближайшей к нам звездой. К этому времени расстояние между ней и Солнцем составит всего лишь 3,8 светового года. Однако даже на такой дистанции тусклого сияния красного карлика будет недостаточно, чтобы его можно было разглядеть без оптических приборов. Масса светила составляет всего 17% от Солнечной, а радиус приблизительно в шесть раз меньше. Как и все красные карлики, летящая Барнарда довольно прохладная. Температура ее поверхности составляет всего лишь 3134 Кельвина или чуть менее 2900 градусов Цельсия. С учетом этих данных неудивительно, что светимость объекта в 2300 раз ниже, чем у нашей звезды. В 2018 году были опубликованы результаты 20-летнего наблюдения за собственным движением светила, которые могут служить доказательством присутствия близкой экзопланеты. Имеющиеся расчеты показывают, что она представляет собой холодную суперземлю, массой не менее 3,2 земной. Планета, названная GJ699b, расположена на расстоянии около 0,4 астрономической единицы от центра системы и делает полный оборот вокруг материнского светила за 233 дня. К сожалению, орбита экзопланеты расположена таким образом, что она не проходит между Землей и родительской звездой, поэтому провести спектральный анализ объекта практически невозможно. Тем не менее, математическое моделирование способно предоставить нам некоторую информацию о нем. Так как звезда Барнарда очень тусклая, ее планетарный компаньон получает в 50 раз меньше энергии, чем Земля от Солнца. По этой причине температура на поверхности небесного тела крайне низка. Всего лишь 105 Кельвинов или минус 168 градусов Цельсия. Впрочем, нельзя исключать, что благодаря приливным возмущениям или радиоактивному распаду в недрах планеты выделилось достаточно энергии для формирования теплого подповерхностного океана. Если это действительно так, то потенциальная жизнь в его глубинах имела достаточно времени для неторопливого развития. Ведь среди известных светил звезда Барнарда, по всей видимости, является одной из самых древних. Ее возраст, согласно расчетам, превышает 10 миллиардов лет, что составляет лишь считанные проценты от ожидаемого срока жизни звезды. Благодаря своей близости и удачному направлению движения, звезда Барнарда является одним из приоритетных объектов для потенциального межзвездного перелета. Удастся ли искусственным космическим аппаратам однажды достигнуть ее, покажет лишь время. Между тем, с другой стороны от Солнца расположена практически полная противоположность тусклому красному карлику. Разумеется, речь идет о Сириусе, самой яркой звезде ночного неба, что расположена в 8,6 светового года от нашей планеты. С Земли это светило кажется одиночным источником света. Однако при более подробном исследовании было обнаружено, что оно представляет собой не единый объект, а двойную звезду. В настоящее время оба компонента системы находятся на максимальном удалении друг от друга, около 30 астрономических единиц. Главное светило, называемое также Сириус-Эй, представляет собой яркую бело-голубую звезду массой в два раза больше, чем у Солнца. При этом ее диаметр на 70% превышает солнечный, а температура поверхности достигает 10 тысяч кельвинов. Благодаря этому Сириус-Эй излучает в 25 раз больше энергии, чем наше светило. Второй объект, известный как Сириус-Би, едва заметен на фоне своего яркого и массивного компаньона. Он представляет собой белый карлик радиусом около 6 тысяч километров, масса которого очень близка к солнечной. Как и у всех звезд этого типа, температура его поверхности крайне велика и достигает 25 тысяч кельвинов. Однако из-за малого размера данный белый карлик примерно в тысячу раз тусклее своего звездного компаньона. После долгих и упорных исследований в окрестностях Сириуса так и не было обнаружено признаков наличия планет. Причина этого может заключаться как в малом возрасте звездной системы, так и в особом расположении плоскости эклиптики. Из-за этого гипотетические экзопланеты не проходят между источником света и Землей, а значит, не могут быть обнаружены транзитным способом. Другая гипотеза гласит, что примерно 120 миллионов лет назад Сириус-Би исчерпал запасы своего звездного топлива и трансформировался в красный гигант. Вскоре после этого он сбросил внешние оболочки, превратившись в компактный и очень горячий белый карлик. В результате протопланетный газопылевой диск, в то время окружавший молодую звездную систему, был уничтожен этим взрывом. Его остатки рассеялись в окружающем пространстве, лишив формирующейся планеты шанса на выживание. В настоящее время оба компонента системы движутся вокруг единого центра масс по умеренно вытянутым орбитам, совершая полный оборот за 50 лет. В течение ближайших 60 тысяч лет Сириус будет постепенно приближаться к Земле, становясь все ярче и заметнее на ночном небе. Минимальное расстояние до него составит порядка 7,5 световых лет, после чего система начнет медленно удаляться от нас. Это положение дел продлится еще примерно 660 миллионов лет, после чего Сириус-Эй ждет та же участь, что и его компаньона. На короткое время мощная вспышка увеличит его светимость в тысячи раз. Однако в течение нескольких месяцев звезда полностью угаснет, исчезнув с небосвода навсегда. Покинув окрестности Сириуса, пронзаемые губительным ультрафиолетом и звездным ветром, мы сделаем маневр возле Солнечной системы, чтобы достигнуть небольшой звезды, расположенной в 14 световых годах от Земли. В различных каталогах она известна под разными именами, одной из которых звучит как Вольф 1061. Светило представляет собой красный карлик радиусом около 30% от Солнечного. Его масса примерно в 4 раза меньше, чем у нашей звезды, а температура поверхности равна 3272 Кельвинам, или приблизительно 3000 градусов Цельсия. Как и все объекты своего класса, Вольф 1061 крайне тусклый. Его светимость составляет всего лишь 0,14% от Солнечной, поэтому звезда не видна с Земли невооруженным глазом. Однако данный красный карлик обладает одним из наиболее многочисленных и разнообразных планетарных окружений среди ближайших к нам звездных систем. В его окрестностях обнаружены целых три экзопланеты, причем все они являются каменистыми и по составу близки к Земле. При этом условия на каждом из трех небесных тел существенно различаются. Первая и самая близкая к материнскому светилу экзопланета называется Вольф 1061b. Она расположена на расстоянии 0,38 астрономической единицы от центра системы и совершает полный оборот вокруг него примерно за пять дней. Масса объекта лежит в пределах от полутора до двух земных, а радиус на 20% превышает соответствующий параметр нашей планеты. Вполне вероятно, что небесное тело находится в приливном захвате и постоянно повернуто к звезде одной стороной. По этой причине температура на дневной стороне объекта крайне высока, а вспышки и звездный ветер близкого светила практически исключают наличие атмосферы. Все эти факторы делают экзопланету абсолютно непригодной для зарождения и поддержания жизни. Второй объект системы, Вольф 1061c, расположен в ноле целых 0,89 астрономической единицы от звезды и совершает полный оборот вокруг неё приблизительно за 18 дней. Таким образом, он находится в пределах зоны обитаемости светила и может считаться потенциально обитаемым небесным телом. Вольф 1061c примерно в 3-4 раза массивнее нашей планеты и относится к классу суперземель. Наблюдения показывают, что его радиус составляет порядка 1,6 от земного, а гравитация на поверхности согласно расчётам на 60% выше привычного нам показателя. Экзопланета получает заметно меньше энергии от своего светила, чем Земля от Солнца, поэтому её равновесная температура существенно ниже. Она составляет 223 Кельвина или примерно минус 50 градусов Цельсия, что немного выше, чем у Марса. Тем не менее, учитывая суточные и сезонные перепады температуры, на поверхности небесного тела может существовать жидкая вода. При наличии плотной атмосферы с выраженным парниковым эффектом эта вероятность ещё выше, а условия на планете могут приближаться к комфортным. Из всех потенциально обитаемых экзопланет, известных на настоящий момент, Вольф 1061c является одной из ближайших, занимая пятое место в списке. Третий объект системы известен под обозначением Вольф 1061d. Он движется по заметно вытянутой орбите, в самой дальней точке которой дистанция между планетой и материнской звездой достигает 0,73 астрономической единицы. Перегелий же орбиты расположен гораздо ближе к центру системы, всего лишь в 0,21 астрономической единицы. При этом полный годовой оборот у небесного тела занимает примерно 217 земных суток. Согласно расчётам, масса Вольф 1061d составляет около 7,7 земной. Если данное небесное тело является каменистым объектом, то его радиус равен примерно 1,7 от земного. Если же планета представляет собой мини-Нептун с толстой многослойной атмосферой, то её размер должен составлять не менее 2,2 от диаметра нашей планеты. Несмотря на сравнительно высокий эксцентриситет орбиты, Вольф 1061d никогда не входит в зону обитаемости своей звезды. По всей видимости, небесное тело непригодно для поддержания жизни, но может представлять большой научный интерес с точки зрения планетарной эволюции. Данная система является одной из приоритетных целей для будущих исследований, поэтому вполне вероятно, что скоро в ней будут совершены новые открытия. Кроме всего прочего, звезда Вольф 1061 примечательна тем, что находится практически на самом краю так называемого местного межзвёздного облака. Оно представляет собой область космоса, наполненную горячим, но крайне разряжённым водородом. Его температура составляет около 7000 кельвинов, а в одном кубическом сантиметре пространства можно встретить в среднем лишь 0,3 атома. Это примерно вдвое меньше, чем в среднем по Млечному пути. Солнечная система движется сквозь местное облако в течение последних 10 тысяч лет. Его средний диаметр составляет около 30 световых лет, однако наша система расположена практически на самом его краю. Например, Альфа Центавра уже находится в соседнем так называемом G-облаке. Мы же проведём в пределах собственного облака ещё около 2000 лет, после чего войдём в ещё более разряжённую и горячую область. Местное межзвёздное облако образовалось в результате столкновения двух гигантских пузырей горячего космического газа. Оно обладает собственным импульсом движения, направленным перпендикулярно направлению движения Солнечной системы, а также магнитным полем и излучением. Тем не менее, несмотря на высокую энергию частиц межзвёздного газа, составляющего облако, организмам Земли ничего не угрожает. Солнечный ветер надёжно защищает от космического водорода, а плотная атмосфера Земли принимает на себя удар тех частиц, что всё же прорываются сквозь гелиосферу. Тем не менее, во льдах Антарктиды обнаружены следы изотопа железа-60, называемого также межзвёздным. Предполагается, что оно было занесено на Землю именно из местного межзвёздного облака. Продолжив свой путь через космическое пространство, мы вскоре обнаружим достаточно необычную звезду по имени А.П. Голубя. Расположенную в 27,4 светового года от Земли. В первую очередь, она привлекает внимание тем, что появилась на свет всего 40 миллионов лет назад. В те времена, когда на нашей планете уже давно вымерли динозавры. Ещё поразительнее то, что это событие произошло совсем в другой области галактики. В 450 световых годах от нынешнего положения объекта. Обычно молодые светила остаются поблизости от своей звёздной колыбели в течение достаточно продолжительного срока. Вплоть до нескольких сотен миллионов лет. Если проанализировать собственное движение А.П. Голубя, то окажется, что она, по всей видимости, принадлежала когда-то к рассеянному скоплению IC-2391. Оно насчитывает около 30 звёзд, объединённых общим происхождением и направлением движения. Однако несколько миллионов лет назад одна из них взорвалась, нарушив сложившееся хрупкое равновесие множество космических тел. Эта катастрофа придала молодой звезде дополнительный импульс, который заставил её стремительно покинуть место своего рождения. Являясь очень небольшим красным карликом массой всего лишь 13% от солнечной, Данное светило испускает в 4 раза больше энергии, чем любое другое известное небесное тело с такими же параметрами. Кроме того, его радиус в 2 раза превышает значение, рассчитанное согласно современной теории строения звёзд. Как ни странно, получить ответы на эти загадки помогла другая необычная особенность светила. Дело в том, что согласно спектральному анализу его излучения, звёздное вещество AP-голубя содержит аномально большое количество лития. Обычно этот элемент в изобилии содержится в протозвёздных сгустках, но быстро выгорает после начала термоядерной реакции. А значит, данное светило является очень молодой формирующейся звездой, ещё даже не вступившей в фазу главной последовательности. Как следствие, AP-голубя отличается нестабильностью и взрывным характером. Она подвержена сильным вспышкам и выбросам звёздного вещества, во время которых её светимость может на короткое время увеличиваться до 10 раз. Обычно подобные явления несут угрозу для близких экзопланет, срывая их атмосферу и стерилизуя поверхность ультрафиолетовым излучением. Однако, наблюдения показывают, что в пределах четырёх с половиной астрономических единиц данной звезды нет крупных космических объектов. По всей видимости, её возраст слишком мал для формирования полноценных планет. Тем не менее, она является уникальным космическим телом, очень важным для понимания процесса ранней эволюции звёзд. Как мы смогли убедиться, планетарные системы имеются далеко не у каждой звезды. Поэтому наша следующая остановка расположена возле оранжевого карлика Глизе-370, что находится в 37 световых годах от Земли. В 2011 году возле него была обнаружена единственная экзопланета, получившая обозначение Глизе-370b. Объект был открыт с помощью метода радиальных скоростей и имеет массу от трёх до четырёх земных. Согласно современным представлениям о формировании небесных тел, обнаруженный мир, вероятнее всего, является каменистой планетой, радиус которой примерно на 30% больше земного. В таких условиях гравитация на её поверхности должна превышать привычную нам как минимум на 40%. Глизе-370b расположена на расстоянии 0,26 астрономической единицы от материнского светила и делает полный годовой оборот за 54,4 земных суток. Таким образом, экзопланета находится в обитаемой зоне своей звезды. Если значение Альбедо и её поверхности близко к земному показателю, то средняя температура небесного тела должна составлять приблизительно 25 градусов, что на несколько градусов выше, чем на Земле. То, что экзопланета расположена достаточно далеко от материнской звезды, позволяет предположить, что она не находится в приливном захвате и имеет собственный суточный цикл. Это способствует более равномерному распределению тепла по поверхности небесного тела и, как следствие, может стать причиной более мягкого климата. Умеренно высокая гравитация должна сгладить рельеф планеты, что в сочетании с обилием жидкой воды может стать причиной образования просторных морей – тёплых и неглубоких. Подобные места традиционно считаются наиболее комфортными для зарождения и поддержания жизни. На момент открытия Глиза-370b считалась одной из самых привлекательных для потенциальной биологической жизни экзопланет. Однако более поздние исследования позволили предположить, что условия на её поверхности несколько менее комфортны, как казалось ранее. В частности, есть вероятность того, что атмосфера небесного тела слишком плотная и обладает выраженным парниковым эффектом. Тем не менее, даже по самым пессимистичным прогнозам средняя температура на поверхности объекта не превышает 78 градусов по Цельсию, что соответствует разбросу температур примерно от 30 до 100 градусов. Учитывая, что климат нашей планеты в архейский период был приблизительно таким же, Глиза-370b остаётся очень привлекательной экзопланетой для поиска внеземной жизни, а значит, её исследование будет продолжаться. Если мы на некоторое время остановимся и оглядимся вокруг, то обнаружим, что удалились от Солнечной системы уже более чем на 50 световых лет. В этом радиусе расположено свыше тысячи звёзд, большая часть из которых является одиночными. Другие же объекты являются двойными или даже представляют из себя целые группы светил. Самым ярким примером этого является Кастер. Сложная удивительная система, состоящая сразу из шести компонентов. Данная звёздная система расположена в 50 световых годах от Земли и невооружённым глазом видна как единый источник света. Являясь вторым по яркости объектом созвездия Близнецов и 23-м на всём звёздном небе, Кастер известен людям с самых древних времён. Так как система насчитывает целых шесть компонентов, она имеет достаточно сложную структуру. Два самых ярких из них, Кастер-Эй и Би, представляют собой бело-голубые светилы, похожие на Сириус, каждый из которых имеет по близкому спутнику, красному карлику. Расстояние между центрами масс этих двойных звёзд составляет порядка 110 астрономических единиц, а для полного оборота им требуется 445 лет. Примерно в шестистах астрономических единицах от Кастера-Эй и Би расположена ещё одна тесная двойная система, состоящая из пары очень похожих друг на друга красных карликов. Масса каждого из них составляет около 0,6 солнечной, а температура поверхности равна примерно 3900 Кельвинам. Обе звезды расположены так близко друг к другу, что тратят на полный оборот менее 20 часов. Они движутся вокруг общего центра масс всей системы по очень вытянутой эллиптической орбите с периодом обращения порядка 14 тысяч лет. До сих пор в системе Кастера не обнаружены ни единой подтверждённой экзопланеты. Однако если они всё-таки существуют, то с наибольшей вероятностью расположены именно здесь, возле самого тусклого компонента системы. Например, в 2018 году астрономами были обнаружены колебания орбитального периода Кастер-Си, из чего следует, что возле него может находиться коричневый карлик примерно в 49 раз более массивный, чем Юпитер. Согласно расчётам, он расположен в 14 астрономических единицах от материнского светила и делает полный оборот вокруг него за 54 года. Не исключено, что, подобно многим красным карликам, Кастер-Си имеет каменистые экзопланеты, расположенные близко к звезде. В этом случае небосвод подобного гипотетического объекта должен представлять собой поистине невероятное зрелище. С одной стороны, существенную его часть занимают два багровых светила, без остановки кружащих по небу. А с другой, вечные сумерки рассеивает свет пары звёзд, каждая из которых в сотни раз ярче земной Луны. Так ли это на самом деле? Проверить пока невозможно. Несмотря на то, что посещенные нами светила разделяют огромные расстояния, все они входят в состав единой структуры общей протяжённостью около 300 световых лет. Она называется местным пузырём и включает в себя не только тысячи звёзд, но и несколько крупных структур, в том числе местное межзвёздное облако. Местный пузырь сформировался в результате последовательных взрывов нескольких сверхновых, которые произошли в период от 10 до 15 миллионов лет назад. Он представляет собой гигантское облако межзвёздного газа, раскалённого до миллиона кельвинов. Из-за высокой температуры газ стремится расшириться, поэтому его плотность примерно в 10 раз ниже, чем в среднем по галактике. Кроме того, горячий ионизированный водород постоянно испускает рентгеновское излучение. Однако магнитные поля Солнца и Земли, а также атмосфера планеты, успешно защищают нас от губительной радиации. Местный пузырь граничит с другими подобными ему образованиями. Например, чуть в стороне от направления движения Солнечной системы расположен так называемый «пузырь-1», образованный взрывами сверхновых в окрестностях Антариса. На протяжении долгого времени эта гигантская космическая структура активно взаимодействует с нашим пузырём, что стало причиной образования грандиозных уплотнений, расположенных в пограничной области. Центр соседнего пузыря удалён от нас примерно на 500 световых лет. И спустя несколько десятков миллионов лет Солнечная система достигнет его окраин. Облака раскалённого газа и рассеянные скопления. Гигантские туманности и звёздные потоки. Все эти величественные космические структуры складываются в единые системы, называемые галактиками. В свою очередь, они объединяются в галактические нити, гигантские потоки и стены, длиной в миллиарды световых лет. Так формируется крупномасштабная структура Вселенной, скрывающая в своих глубинах бесчисленное множество самых разнообразных светил и миров. Кто знает, что мы найдём среди них? Друзья, на этот выпуск ушло около месяца упорной и сложной работы. Он стал одним из самых продолжительных и, надеемся, одним из самых интересных. Между тем, многие из вас спрашивают о возможности помочь проекту финансово, поэтому мы приняли решение предоставить вам несколько способов сделать это. Теперь, если вы захотите помочь нашему каналу не только лайком и комментарием, вам станет доступен раздел «Спонсорство», а также «Патреон и Бусти». Каждый спонсор получит уникальное аудиоприветствие лично от меня, а также будет приглашён в чат, где будут публиковаться самые свежие новости о нашем рабочем процессе. Так вы не только сможете поддержать наш проект, но и почувствовать себя причастными к созданию новых выпусков. И услышимся! Продолжение следует...